В Чебоксарах стартовал проект «Здоровое питание глазами школьников». На этот раз ребята решили проверить на себе действенность известной фразы, приписываемой Гиппократу «Мы есть то, что мы едим». О культуре питания в нашем материале. Вряд ли кто-то сегодня поспорит с тем, что большинство болезней человека – это результат неправильного питания. Изменить подход к еде решили столичные школьники. В рамках проекта будут работать три направления мастер-класса, программа под названием «Школьная ревизора» и акция «Завтрак со звездой». Смешиваем нашу, перемешиваем все наши сухие, скажем, компоненты. Многократная чемпионка России Анастасия Тимофеева уверена, что правильное питание – залог ее успеха в спорте. У нее собственное меню, и сегодня она решила приготовить запеканку из овсяной каши. В состав моего блюда входят, конечно же, овсяные хлопья, то есть это злаки, которые обязательно должны присутствовать в любом завтраке, я думаю. Потому что у них много белка, клетчатки, углеводов, что обеспечивает нас энергией. Также молоко, сметана, которое можно заменить хоть йогуртом, хоть творогом, где содержится тоже очень много белка, яйцо. И вот мои добавки – это мед, природный заменитель сахара, что делает блюдо приятным на вкус. И я добавлю, пожалуй, изюм, и после чего украшу уже смородин. А, ну и, конечно же, банан. Получился настоящий вкусный мастер-класс для учеников столичной школы 59. Ребятам рецепт понравился, и они обещали сделать запеканку дома для родителей. Сегодня у нас прошло такое мероприятие интересное. Это полезное питание, вкусно, еще сытно. Повторюсь дома. Дома, да. Тем более родители помогут. В рамках проекта также стартовал челлендж «Завтрак с победителем». Его участниками станут школьники, вовлекающиеся спортом, имеющие таланты, в общем, активные и любознательные. Кстати, проект «Завтрак со звездой» реализуется в чебоксарских школах с 2015 года. У нас были разные интересные люди. Депутаты Госдумы Аршинова, Рождественской ПТС, да. Был кинорежиссер «Друзьяк». Предложили продолжить наш проект «Завтрак со звездой», а теперь «Завтрак победителя». Я думаю, что это нужное мероприятие. Единой площадкой для реализации проекта станет чебоксарская школа номер 59. В течение года здесь поделятся своими историями успеха и приготовят любимые блюда более 100 успешных школьников.